Понаехали тут. Вообще москвичей в провинции не любят. По понятным причинам. Но только не Волковых. И не потому, что они сошли за своих. Да Волкова должна резать яблоки на варенье. Просто так не могут. Сейчас год урожайный, поэтому в августе мы вообще каждый вечер садились, включали какую-нибудь оперу в телевизор и резали яблоки на варенье. Обычно где-то за оперу килограмма три у нас на выходе получалось. Но если опера так, в трех актах. Если в двух, то килограмм... Так в глужу деревни Нижняя Богданова, ее и на карте нет, пришла музыка. В самом тонком и высоком ее понимании. Радиусе 30 километров большинство никогда подобного и не слышали. Сюда не едут музыканты. И так самодеятельность ВДК. Великие знают, зал не соберут. И как-то не принято, что ли, распыляться талантом. А теперь раз в два месяца концерты в Воскресенском городце. Люди просят. Обычные селяне, рабочие дети. А джили когда-то здесь без Баха и Вивальди. Теперь не к лицу Воскресенского района, не с классики. Точнее, без гениального ее исполнения. Антон Волков, профессиональный востребованный музыкант. Закончил музыкальную школу имени Гнесиных. Колледж консерватории Чайковского. Работал в театре «Новые оперы». Там он встретит ее, талантливую альтистку, любовь, свадьба и маленькая Дашенька. Я спокойна совершенно. Мне надо было делать выборы или театр, или детьми своими заниматься. У меня в детских садах ничего не было, когда Даша родилась. В Москве все это было в жутком состоянии. И надо было сидеть. Ну ладно, значит, сидим. Сидим. Они вместе бросают театр, потом Москву и уезжают в глушь Нижегородской области. Подальше от толкотни, суеты, с привычками мегаполиса и бешеным темпом жизни расстаются с удовольствием. Строят дом, заводят хозяйство и ни разу об этом не пожалеют. В общем, это вопрос, есть ли жизнь за МКАДом. У нас в Нижегородском, так сказать, изображение тоже присутствует. То есть, люди, которые живут в Нижнем, они обделенные, они не понимают многие, что, в принципе, у нас большая страна, там живут люди. И они ничуть не хуже, а иногда даже лучше разбираются в чем-то, чем люди, которые живут в мегаполисах. То есть, время, когда в мегаполисах концентрировались, действительно, концентрировались все сливки, оно прошло уже давно и безвозвратно. Вот в чем все делают. А потом Волкова разрушит еще одну стену, точнее опровергнут бойкой о том, что природа на детях гениев отдыхает. Даша в три года уже читала и писала, в семь закончила начальную школу, потом экстерном 11 классов с золотой медалью, потом начала играть на кларнете в 16 лет. И за четыре года дошла до уровня выпускников консерватории. Сейчас занимается с выдающимся российским кларнетистом Игорем Федоровым, москвичом по скайпу. Постоянная победительница всевозможных международных конкурсов. Мы попросим ее для нас что-нибудь исполнить. Лиза Е-15 сейчас готовится к одному престижному конкурсу. Тоже занимается по скайпу с преподавателем консерватории. Тоже востребованная флейтистка. Для семейного ансамбля им не хватает профессионального пианиста. Альт, скрипка, флейта, кларнет. Ксюша музыкой заниматься не стала. Гриша поэт. Мария с детьми и мужем только репетирует. На концерты пианиста приходится приглашать. Все надежды на маленькую Соню. Она должна спасти семью и сесть за фортепиано. Но у Сони пока другие предпочтения. Хочет стать географом и читает за поем. Я больше всего люблю читать. Мохроники, Нарни, Приключения, Ослика Маффина и его друзей еще очень люблю. Я читаю в свободное время. Ну, когда не пишу рассказики разные или не леплю. Читать она научилась в три, потом писать, любит живопись и петь. Про тебя мне шептали кусты, в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. В Волкове, кроме музыки, есть еще одно дело жизни. Скрипач Антон Волков, еще и отец Антонии, настоятель православного прихода в Богородском. Они построят фактически своими руками этот деревянный храм. Приход большой, в округе церкви нет. И кажется, что сами того не замечая, Волковы стали для селян самой необходимой частью жизни. Ксения Доринова, Алексей Калякин из Воскресенского района. Объективно, ННТВ.